Здравствуйте! Это канал Дикий. Сейчас начало второй декады мая. Только прошел праздник 9 мая. Он был со снегопадом, вся земля покрыта была снегом и сильным похолоданием. Сейчас только как второй день установилась теплая погода, превышающая 10 градусов. Я был вчера на водоеме, пробовал ловить карася. На этом водоеме бывает часто. Он мне нравится тем, что он удален далеко в полях, посещается мало народом и можно спокойно порыбачить на нем. Вчерашний день был посвящен ловле на поплывочную удочку с прикормом. К сожалению, полный фиаско потерпел. Хотя кормил всеми доступными способами, ни одной поклевки не увидел. Сегодня решил поменять тактику, так как рыбы нет у берега, она рассредоточена из-за холодной погоды. Вода леденющая. Решил поискать рыбу с снастью, которая у нас называется с боковым кивком на мормышку. Этому и посвятим сегодняшний день. С собой берем все необходимое, запасные мормышки, насадку и вперед. Ну, заходим мы, как я уже сказал, у берега рыбы нет, поэтому попробую выйти, я знаю, там мелко, попробую выйти подальше от берега и посмотрим, что получится. Здесь заливчик и ел идти тяжело, а дальше дно будет более-менее твердое и комфортно будет ловить. Итак, мы достаточно удалились для начала от берега и начну я сегодняшнюю ловлю с червя, так как вода холодная и считается и по праву, что натуральная насадка животного происхождения, она всегда имеет приоритет. Приступим. Субтитры создавал DimaTorzok Проводку делаем не строго вертикально, а по диагонали, так как глубина маленькая, а нам надо, чтобы приманка находилась дольше времени в поле зрения у рыбы. Плюс к тому, в первые теплые дни карась часто поднимается в верхние слои, чтобы прогреться, соответственно и поклевки будут сверху. Поэтому нам надо определить рыбу на дне, либо у поверхности воды. Поэтому ищем и исследуем. Была поклевочка, дотронулся, но бросил. Где-то в средней части воды. Вот опять трогает. То есть явно есть рыба, но активности у нее никакой, можно сказать. К сожалению, полный штиль, который присутствует на водоеме, при ловле на мели не способствует клеву. Тень от удочки, когда мы ее двигаем, она так или иначе распугивает рыбу. И осторожно рыба будет уходить из-под сектора ловли. Лучше, когда будет легкая ряпель, небольшая волна. Это очень важный момент. Можно сделать, опустить спуск, нормально сделать, но при этом удочка будет рядом с поверхностью воды, и практически можно не увидеть поклевок. Вообще в водоеме присутствует еще и ротан. Но даже он не проявляет себя пока. Напомню, что два дня назад еще на полях лежал снег. И только сейчас растаял. Вода леденющая просто. Все считают карася такой медленной рыбой, неторопливой, сонной. Но это правильно лишь отчасти, что касаемо летнего карася и осеннего. Весенний карась, после того, как он поднимается, ему надо срочно пополнить калории. И те насекомые, которые пытаются выйти на поверхности и вылупятся, он активно ими питается. Но у меня большие надежды на активную игру и поиск рыбы, активной. Я думаю, что мы все равно свою рыбу найдем. Вот, первая рыбка наша. Похоже, ротанчик небольшой. Вообще, ротан ловится даже и со льда, поэтому удивляться не приходится. Вот, какой красивый. Ну вот, первая наша рыба, собственно говоря, что и следовало ожидать. Это ротан. Так как ротан активный даже и зимой, все знают, что он успешно ловится по первому и последнему льду, то удивляться не приходится, что в холодной воде он первый и просыпается. Он уже в брачном наряде, видите, да, с такими красивыми фиолетовыми оттенками. Снимем и отпустим его. Кстати, ротан остался в Подмосковье там, где нет хищника. А именно, наша самая популярная и распространенная – это щука. Как только щука распробовала эту рыбку на зуб, она полностью переключилась на питание только ей. Это легко понять, так как щука сидит в засаде в траве, в корягах, и ротан лезет туда же. Легкая, доступная, мягкая, высококалорийная пища. Отпустим его. Русский бас выпущен на волю. Итак, я обловил это место. Сейчас двинусь вглубь залива. Я знаю, что глубина там примерно та же самая. И буду искать рыбу. Походу, два слова о той снасти, которая у меня в руках. У меня в руках телескопическое удилище длиною 10 метров. На конце стоит мотовильце. Глухая оснастка. И кивок. Кивок боковой, так как, чтобы его было заметно. Принцип тот же самый, что и зимой ловли на активную игру. Но кивок, вы видите, несколько больше длины. Длина кивка на летней боковой снасти очень важна. Так как применяются длинные телескопические удилища, и ловля ведется на дистанции большой, то ветер и ваши колебания все руками передается настолько хаотично на кончик удилища, что кивок, будучи коротким, будет создавать очень хаотичную игру мормышки. Длинный кивок позволяет сгладить эти колебания, и игра получается удовлетворительной. Вот оно. Походу, это карасик. Не спешим вываживать. Вон оно как. О, хороший. Красавец. Первый карась в этом сезоне. Вот он, красавец. Вот такой вот. Первый наш весенний карась на водоеме. Худенький. На диком водоеме первый карась в этом сезоне. Только проснувшись. Но на боковой кивок мы смогли его соблазнить. Вот. Первого торжественно отпустим. Несмотря на кажущуюся простоту этой снасти, она не так проста, как может показаться со стороны. 9-10 метровое удилище весит порядка 400 грамм плюс-минус. Кажется, вес маленький. Но так как центр тяжести находится далеко от вас, впереди, и колебаний ветра вам приходится гасить физической силой, то ловить в нее – это не отдых. Это спортивная трудовая рыбалка. Кто ловит на данную снасть давно, у тех сборка и разборка удилища происходит автоматически, и они даже не задумываются об этом. Для начинающих могу дать несколько советов. При сборе снасти, когда вы собираете, кончается колено. Если вы почувствовали упор, не надо ей стучать. Вот. Даже если вам кажется, что она подклинила. Лучше сделать плавный нажим и чуть повернуть удочку. Она должна собраться. Итак, собрали удилище наше. И теперь вопрос. Мы перешли с места на место, надо его разобрать. Как его разбирать? Выдвигаясь вперед, вы дозируете строго нагрузку и в конце чуть-чуть поворачиваете. У вас не должно быть мертвой посадки. То есть удилище должно, вот видите, два колена, они вроде как сели, но я могу их провернуть. Пренебрежение этим советом может привести к тому, что вы на первой же рыбалке испортите свое удилище, так как не сможете собрать. При попытке выбить его, вы можете разбить колено. Значит, пробочка у всех удилищ имеет отверстие. Сделано для чего? Для того, когда вы и разбираете удочку, происходит разрежение внутреннего пространства. И чтобы удилище было нормально разобрано и потом не сложилось, из-за того, что внутри давление меньше, чем снаружи, дырочка, это отверстие и служит для этого. Вроде как нужное отверстие, но так как мы ловим не маховой удочкой, а мормышкой, мы постоянно приходится ее собирать, разбирать, касаемся комлевой части либо воды, либо на берегу земли. Если попала вода, это еще полбеды, я уже рассказал, что надо просто быть аккуратным. А если попал песок, то практически надо прекращать рыбалку. Удилище дорогое, и за одну рыбалку, если будет скрежет, и вы этим пренебрежете, то можете его погубить. Дело в том, что попавший внутрь песок, начинает попадать на стыках колен. И работая удилищем, вы начинаете слышать характерный хруст. Оно может изживать этот песок, перестать скрипеть, но при сборке-разборке вы увидите у себя черный налет на руках. Это не что иное, как наш с вами углепластик. Песок раскололся, превратился в абразив, и потихоньку, не слышно, но съедает наши колены. Кончится это рано или поздно тем, что колены начнут вылетать. Поклевка при ловле на боковой кивок. Может выглядеть по-разному. Основная и самораспраненная, это вот как вот сейчас, допустим, кивок у нас напрягся, то есть рыба взяла приманку, мы продолжаем подъем, и кивок просто напрягается вниз. Также может быть поклевка, которая выглядит как мелкий ударчик, то есть вздрагивает кончик. И бывает так, что нельзя классифицировать по поклевке размер рыбы. Бывает, мелкая рыба наваливается, на мормышку берет и дальше продолжает идти, происходит как бы плавный его загиб. А бывает, что крупная рыба просто закрывает свой рот на приманке и выглядит как в стряхине кончика. Вот она. Упирается. Вот чуть поболее первого. По упитанию, кстати. Вода холодная, карась холодная, еще после анабиоза только, но уже на движущую приманку уже берет. В этом и выигрышность этой снасти. Поэтому ранней весной ловли на боковой кивок – это продвинутый, правильный вариант. КОНЕЦ Кстати, интересный момент по поводу карася. Раньше в наших водоемах в основном был красный или золотой карась, так называемый. С появлением белого или серебристого, как его еще называют, красный карась стал пропадать с водоема. Как говорят их теологи, причина тут и даже не одна в том, что у белого карася, у него количество тычинок в жабрах гораздо больше, чем у красного. Он может питаться зооплантоном. И когда пищи не хватает, они едят вместе сначала всю доступную еду, когда красному карасю уже нечего есть, белый переходит на питание зооплантоном. Он просто цедит его типа толстолобика и может этим питаться. Плюс к этому, белый карась, он нерестится порционно, он никогда не выметывает икру целиком за один раз. Белый карась нерестится до трех раз за сезон. Первый раз у него массовый идет выход, будет все кипеть, и потом он еще будет делать два-три подхода за сезон и дометывать икру порционно. Тем самым, если икра попала в неблагоприятные условия, то есть произошло похолодание, какое-то икра погибла, либо его съела другая рыба какая-то, которая в данный момент была активна, и по голове погибла, то следующие порции позволят произвести потомство, и карась себя очень быстро восполняет. Продолжение следует... В прошлом году в это время было гораздо теплее, и попадались караси по 500 грамм, чуть больше или меньше. И это были не единичные особи, их попадалось за рыбалку по несколько штук. Вот оно. Вот это совсем другое дело. Это карась, и неплохое, хочу сказать, для этого времени года. Не полкило, конечно, но что-то похожее уже на то. Вот он, наш карась. Ну, это красавец уже, конечно. По сравнению с теми, что был, это просто красавец. Весна. Ловлю на боковой кивок весеннего карастя. Напомню, что вчера был еще полный ноль, а сегодня вот такой карась. Рыбалка состоялась, ура! Мы свое достигли. Я на диком водоеме, ловлю белого карася. Вы смотрите канал Дикий. Субтитры подогнал «Симон» Вот сверху поклевка. То есть эта рыба начала уже подниматься, плавиться. Видели, то поклевки были со дна, а эта поклевка сверху. И неплохой карасик, судя по всему, судя по сопротивлению. Первые моменты после подсечки не торопимся. Даем ему нагуляться, устать. И только потом начинаем собирать удилища. Напомню, леска у нас 0,12. Поэтому на всякий случай не торопимся с выважным. Вот, начал он загулял, просто стоим и держим. Начал сдавать, подниматься. Вот он уже поднимается кверху. Можно уже и пофарстить. Видите, поведение рыбы практически как у подлечика. Только что бурное сопротивление сменилось просто. Лежит на боку, хватнул воздуха и затих. Ну, ранняя весна, еще не акклиматизированная рыба. Чуть-чуть и хватило селенки. И вот он идет к нам. Красивый, хороший карасик. Не как тот, конечно, но и неплохой. Видите, только в руках начал опять сопротивляться. А до нас дошел совершенно спокойно. Ранняя весна. Карась первый в этом сезоне. И вы видели, поклевка была сверху. Это говорит о том, что вода прогревается, и карась поднимается, прогреться тоже. Кстати, о подсечке. Если вы почувствовали поклевку, и очень азартный человек, тем не менее, надо себя немножко сдержать и подсечь так, чтобы ваша мормышка не вылетела из воды. Дело в том, что вылетевшая из воды мормышка может попасть в образовавшуюся петлю и образоваться узел. Так как лески при ловле на боковой кивок редко применяются толще, чем 0,14, а часто это 0,1 и 0,12, то узелок – это самое слабое место в данной снасти. При попадании крупной рыбы на крючок снасть наша глухая. Кроме амортизирующих свойств удилища у нас больше ничего нет, кроме умения рыболова. И узелок может в данный момент подвести, и вы потеряете трофей. Образовался узел, перевязали в мормышку, потратили 5 минут и продолжили рыбачить. Вот она, еще одна поклевка, и опять у нас рыбка. Ух, хорош! Ух, хорош! И опять поклевка сверху, о чем говорит, что рыба все-таки поднялась и греется. Первые поклевки мелкого карася были только со дна, а сейчас пошли крупнее и в верхней части, уже ближе к поверхности. Рыба начала гулять, и скоро будет жор уже. Вот он, наш карасик. Сейчас поглядим на него. Не спешим. Отводим удилище, чтобы взять руками. Вот как раз в этот момент оно и черпает воду, как видите. Вот оно, хорошее. Вот уже и не ложится даже на бок. Ну, карасик чуть менее нашего самого крупного, но уже бойкий, энергичный, сопротивляется совсем по-другому. Вот она, та рыба, которая кажется простой. Но это только лишь те моменты, когда она клюет. Когда она поднаестся и становится привередой, уже не его превращается в настоящий спорт. Отпускаем его. Итак, я провел два дня на водоеме. Нашел подходы к рыбе, поймал карася. Рассказал вам о некоторых аспектах бокового кивка. Ловите карася. Это народная рыба. Многие начинают свою рыбную ловлю с нее, ноги ею заканчивают. С вами был канал Дикий. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»